Смирение Благословенное время сейчас у нас всех, потому что мы можем сейчас коснуться Божьего Слова, которое живо и действенно. Я хочу сегодня говорить о теме, которая называется «Смирение». Давайте мы скажем вслух слово «Смирение». Я назвал эту проповедь «Смиренное сердцем». И я хочу начать со слов Иисуса. Прошу вас открыть Библии ваши, которые у вас есть. Это Матфея, 11 глава, 29 стих, слова Иисуса Христа. Матфея, 11, 29. «Возьмите иго мою на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим». Друзья, смирение – это духовная ценность. Смирение – это духовная ценность, которой человек научается от Бога. Посмотрите, что говорит Иисус Христос. Он говорит о том, чтобы мы научились. Нету людей, которые были бы научены без Него этой ценности, потому что именно от Него происходит передача или опытность, или научение от Иисуса Христа. Друзья, смирение – это качество. То есть смирение становится качеством характера человека. Из этого текста мы видим здесь. Оно приносит покой и мир в душу человека. Друзья, нам нужно больше смирения. Смирение так необходимо в нашей жизни. Когда мы получаем откровение от Бога, что происходит? Слово Божье, оно смиряет нас. Происходит момент работы Божьей в нас. У Бога есть план, чтобы мы смирились. А у вас есть этот план? Здесь мы идем в унисон вместе с Ним, потому что Он планирует работать с нами в этом аспекте. Итак, друзья, я подхожу к моменту определения. Хочу дать определение слова «смирение». Смирение – это наша полная зависимость от Бога. Это отказ от автономности или независимости, которая может быть в человеке. Еще одно определение – это готовность подчиниться, когда мы не понимаем или не осознаем, что происходит с нами. Мы знаем, что эта проблема есть, наверное, у детей. Родители, они ожидают, чтобы дети были послушны своим родителям. Друзья, и мы тоже с вами дети Божьи. Мы с вами дети Божьи, и Бог ожидает, чтобы мы просто доверяли Ему. Еще одно определение. Смирение – это видеть себя в ситуации и ситуацию глазами Бога, а не своими глазами. Часто бывает проблема, что мы отказываемся от того, чтобы видеть ситуацию как-то иначе. Как я чувствую, как я понимаю, так я и принимаю решение. Но Господь бросает нам вызов в том, чтобы мы смотрели на ситуацию духовными глазами. Смирение, друзья, – это духовный аспект. Смирение не имеет ничего общего со слабостью, бесхарактерностью и бессилием. Это характер, который есть во Христе Иисусе. Друзья, давайте мы сейчас с вами прочитаем из Исаия, 57 главы, 15 стих. Тут написано так. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, Вечно Живущий, Святой Имя Его. Я живу на высоте небес и в Освятилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Друзья, как здесь Бог описывает Себя? Бог описывает Себя о том, что Он высокий, о том, что Он превознесенный. И сговорится о том, что Он не просто планирует нас посещать. Божий план – жить в сердцах людей. Внутри Тебя Бог хочет жить. Он не просто посещает, Он живет в определенных людях. И Он описывает здесь, что это именно смиренные люди, которые имеют отношение к смирению внутри себя. Вы знаете, когда я примирился с Богом 25 лет уже назад это произошло, где-то ориентировочно в 97-м, где-то году, в 96-м году, я переживал особенное время, когда я мог общаться с Богом очень близко, проводить время с Ним много. И удивительно, от этого общения я ходил по улицам, и по моим щекам текли слезы. Я видел людей, как будто бы не своими глазами, а глазами Иисуса. Я почувствовал сердце Бога, Отца к Ним. У меня просто текли слезы. Я уходил в поля, я молился. Это происходило часами. Такой период, удивительный период в жизни человека. Друзья, Бог будет близок к вам настолько, насколько вы пожелаете. Мы сами определяем, насколько мы близко будем к Богу. Насколько близко мы будем ходить вместе с Ним, в общении с Ним. Я прочитаю еще одно место Писания. Это Исайя 6 глава. Давайте мы на этом месте Писания немножко постоим и порассуждаем, потому что здесь хочет что-то Господь нам показать. Исайя 6 глава с первого стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывали каждое лицо свое, и двумя закрывали ноги свои, и двумя летали. И взывали они друг ко другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Его». И поколебались вверхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями. Я становлюсь на этом. Первые четыре стиха. Мы здесь видим о том, что Исайя, он ищет лица Божьего. Мы знаем о том, что Исайя – это близкий к Богу человек. Он искал Божьего лица в храме. И вдруг, когда он молится, когда он ищет Божьего лица, ему открывается духовная картина Бога. И он видит Божий тронный зал. Он видит славу Божью. Он видит серафимов. И я заострюсь на третьем стихе. Здесь говорится о том, что серафимы восклицают. Написано «Они взывали». В другом переводе тут написано следующее. «Кричали и провозглашали. Друг другу свят, свят, свят Господь Саваоф. И вся земля полна славы Его». В четвертом стихе написано «И поколебались, поколебались верхи врат». В оригинале написано «Затряслись». Причем у меня вопрос к вам. Посмотрите, отчего затряслись верхи врат или отчего затряслись косяки в этом здании, которое он видит. Отчего? От того, что они кричат друг к другу. От того, что серафимы восклицают. И это громогласный голос, от которого колеблятся стены величественного здания. Вы знаете, если мы посмотрим на еврейскую форму восклицания, то она показывает нам немножко иное, не то, что мы знаем в русском языке. Вы знаете, наверное, уже об этом. В русском языке стоит знак восклицательный. Я вчера перечитывал слова Иисуса Христа, где Иисус говорит «Истина», потом снова говорит «Истина». И когда Он говорит слово «Истина», то Он ставит восклицательный знак. Он заостряет внимание слушателей. Он говорит «Истина» и дальше говорит «Перечитайте Новый Завет», вы увидите множество этих высказываний. А потом Иисус делает усиление, и Он говорит «Истина, истина». В еврейском языке это усиление, там нет знаков припинания, которые мы имеем в русском языке или в языках мира, других. Он повторяет уже теперь дважды это слово «Истина, истина». И вот это происходит совсем в некоторых случаях, когда это какое-то особенное внимание. А здесь мы видим повторение «Свят», «Свят», «Свят трижды». То есть Бог фокусирует наше внимание на том, какой Он, на том, какова Его слава, на том, как то, что будет видеть человек, когда он будет встречаться с этой личностью, и это усиление, оно есть в еврейском языке. Какова же была сила их пения, друзья? Ну, там, конечно же, никто не зевал, там никто не спал, потому что все сотрясалось от восклицания и от словословия Бога. Знаете, друзья, если посмотреть на Исаю, то можно было бы сказать Исая, Исайя бы сказал бы, например, «Ух ты! Увидел эту славу, увидел эту духовную реальность, но мы не это видим с вами, мы видим, что он говорит другие слова. Он говорит «Горе мне!» Это высшая степень приговора, который он выражает сам себе. Причем Исайя – это пророк, который говорит в 3-4 главе о том, что горе беззаконникам, горе угнетающим, горе тем, кто притесняют и которые превозносятся, он говорит им «Горе! Горе! Горе вам!» Но когда он попадает в присутствие Божье, когда он попадает в славу Божью, он говорит «Горе мне!» Почему он так делает? Почему он говорит, осуждая себя? Друзья, он говорит эти слова, потому что он сопоставляет себя с тем, кому он служит. Нам очень близко, наверное, и знакомо, чтобы сравнивать себя с другими. Хорошо бы нам сравнить себя с тем, кому мы служим, с тем эталоном, с тем, кто является свят, свят, свят. Когда ты сравниваешь себя с ним, тогда происходит совсем другая картина. И дальше мы видим, друзья, в Исаии 6 главе, 6 стих, 7 стих, тогда прилетает к нему и один из Серафимов, и коснулся уст его и сказал, «Вот, беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Серафим не говорит о том, что «Ну что ты, встань, благочестивый человек!» Он говорит, характеризуя, «Беззаконие твое удалено». Друзья, когда я читаю это, мне это так близко, так знакомо, потому что в моей жизни был момент, когда слава Божья опустилась на меня. Это был момент в моей жизни, когда я переживал очень большие трудности в своей жизни, и я был в числе заложников. Это было до моего покаяния. И в момент, когда ствол был наставлен мне в голову, в этот момент вся жизнь пролетела, как кинопленка передо мной, и я пережил сверхъестественно в этой критической ситуации присутствие Бога. Я увидел разницу, кто я, а кто Он. Я понимал, что Бог есть. Я понимал, что Он святой. И я пережил эту разницу, этот контраст, какой я греховный человек, который, знаете, слова такие добавлю, или, может быть, сильные слова использую, недостоин переступить Его царство. Эту разницу я увидел в Его свете, когда мы находимся друг с другом просто в общении, мы этого не замечаем. мы сравниваем себя друг с другом, потому что, но в сравнении с Богом, я был бесконечно потерян. И я обратился к Нему и сказал, Господи, если Ты есть, спаси меня отсюда, спасешь, буду служить Тебе всегда. Он спас, я служу. Слава Господу. Давайте Богу славу дадим. Друзья, Он святой. Он святой. Трижды говорит Библия об этом, повторяясь. Друзья, после этого, когда это существо подлетело и коснулось уст его, и грех его был очищен, Бог начал говорить с ним. Через очищение пришло откровение от Бога. Посмотрите, друзья, Исайя 6.1. Там написана фраза такая, «В год смерти царя Озии видел я Господа». А кто такой, друзья, на самом деле Озия? Вот в этом вопрос. И Озия, он был десятый иудейский царь. Перед ним был царь Амасия, он умер, а Озии было 16 лет. И написано в Библии, что его поставили на царство, и он начал царствовать. Я прочитаю этот текст. И взял весь иудейский народ, Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Третий стих сразу. 16 лет был Озия, когда воцарился и 52 года царствовал в Иерусалиме. Четвертый стих. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. О, друзья, это благочестивый царь. Пятый стих. И прибегал он к Богу во все дни Захарии, получавшего страху Божьему, Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешивствовал ему Бог. Друзья, я остановлюсь в этом стихе и немножко скажу о том, что слава Богу за Захарий. Захария поучал молодого царя страху Божьему. Он не просто поучал ему мудрости, не просто помогал ему принимать решения, потому что он был молод совсем. Он вкладывал у него. Знаете, что здесь написано? Здесь показано ученичество. Есть ли люди, в которых ты вкладываешь себя? Есть ли люди, а они есть, которые находятся где-то на обочине жизни, у них есть вопросы, а у тебя есть ответы? Я понимаю, что с кафедры не каждый может выходить и проповедовать, но проводить время один на один может каждый верующий человек. Скажите аминь на это. Друзья, мы здесь видим Захарию, которые получают страху Божьему молодого царя. Здесь написано, что он в Озе, он не искал Бога, чтобы иметь успех, чтобы пришла слава. Он ищет Божьего лица. И мы видим дальше с вами, что он начинает возвращать города, которые захватили филистимляне у его отца. Дальше происходит следующий седьмой стих. И помогал ему Бог против филистимлян, против аравитян. Восьмой стих. И давали аммонитяне дань Озии. И дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. Друзья, сила, успех и помощь от Бога. Когда человек ищет Божьего лица, находясь в позиции молодости и руководства, Бог дает успех. И это явное проявление Божьей славы. Пятнадцатый стих. И сделал он в Иерусалиме искусство, придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней и пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Пятнадцатый стих это был. Друзья, мы видим здесь в этом тексте о том, что от Бога благословение. Мы видим о том, что полезные изобретения приходят от Бога. Когда человек находится в близости с Ним, когда он ищет его лица, приходят ответы, приходят удивительные решения, идеи, и они от самого Господа. Далее я читаю шестнадцатый стих, но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить Фимиам на алтаре Кадильном, и вошел за ним Азария, священник, и с ним восемьдесят священников Господних людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему, не тебе, Озия, кодить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения, выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе в этом чести у Господа Бога. И разгневался Озия, и в руке у него, а в руке у него кадильница для кождения, когда разгневался он на священников. Проказа появилась на лбу его перед лицом священников в доме Господнем. и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. Друзья, Озия возгордился, Озия Озия возгордился, когда стал силен, когда сила пришла в его жизнь. У меня к вам вопрос. Когда царь возгордился, он стал плотским или духовным? Вы знаете, что бы вы сейчас не ответили, ответ будет правильный. И ты прав, и ты прав. потому что он стал плотским, потому что мы видим, как он разгневался. Это проявление плоти, проявление греховности. Но мы видим с вами здесь следующее. Он выглядит внешне духовным очень. Потому что когда пришел грех в его жизнь, он не бежит из храма, он бежит в кодильнице и в храм. Гордый внешне выглядит духовно. Посмотрите, какая картина. Дух гордости и дух религии, они идут вместе. Или по-другому сказать, гордость, она прячется за религиозностью. Эти картины показывают на то, что Бог может обнаружить в церкви самую большую гордость в стенах церквей. Поэтому Иисус говорит, научитесь, дети мои, от меня, потому что я кроток, я смирен сердцем. Друзья, нам нужно смирять свои сердца, открывая их пред Господом, как это делал Исайя. Исайя ищет лица Божьего, и служитель Божий очищает его от его греха, который был. Нет праведного ни одного. Мы не позволяем себе грешить произвольно, но нам нужен Бог, который очищает нас больше и больше. Друзья, Господь Озия молодой, мы видим с вами, насколько он был зависим от Бога. И это правильно. Я думаю, что глупо было бы начинать царство управления миллионами, миллионами, миллионами людей с лишним без вразумления от Господа, и он искал Божьего лица. И мы видим, как он стоит пред Богом и получает от Господа, а потом, это был молодой Озия, а потом успешный и сильный Озия уже смотрит на внешние факторы, которые являются Божьим содействием и Божьим сопровождением его успеха, силы, которые приходят от Бога. Но в какое-то мгновение приходит ослепление человек забывает о том, от кого все это исходит. Приходит привычка, приходит инерция, которая ослепляет человека. Если мы посмотрим на царя Давида, то Давид не так. Давид, несмотря и невзирая на весь успех и на победы, продолжает оставаться быть смиренным пред Богом, он ищет лица Божьего до старости, до седины. Итог такой появляется проказа. Это внешний образ греха. Скажите, пожалуйста, мне, такой вопрос задам вам. Вы помните день своего спасения? Когда вы примирились с Богом, то это было что-то особенное и удивительное, потому что природа, она расцвела в глазах ваших и в душе вашей все расцвело. Вы стали наполнены, полны жизнью, жаждой, радостью, счастья. Переживали ли вы такое, что вы хотели обнять каждого прохожего, который встречался вам? Вы хотели всем кричать и рассказывать о том, что Бог есть любовь? Было такое, наверное, что вы перечитали Библию и Новый Заветный несколько раз сразу, вы читали другие книги и наслаждались зачитываясь этими книгами, потому что они рассказывали о Божьей любви. Вы смотрели фильмы и рассказывали про эти фильмы своим друзьям, правда? А потом проходит время, проходит 15, 20, или даже за 20 лет уже, когда вы христианин 20 и более, да? И вот вы приходите на собрание, садитесь, вы все уже знаете давно, и у вас внутри появляется мысль, ну что, проповедник, что ты на этот раз расскажешь нам? Приходят такие мысли, правда? Может быть такое, да я все это уже знаю. Я сам в личном служении слышал неоднократно такие фразы, когда человек говорит, да я уже это все знаю, пастор, что ты мне рассказываешь? Друзья, гордость и религия идут вместе, посмотрите, и они покрывают друг друга. Вы это видите? Вы видите, как может чернеть и тускнеть сердце христианина от простой банальной привычки? Я не могу забыть слов, которые говорила наша пастор Надежда, она говорит, я больше 50 лет верующая, и есть то, с чем я всегда борюсь, это привычка. И на самом деле, когда ты больше 50 лет являешься верующим, привычки правда приходят в нашу жизнь. И она говорит, я прошу Господа, чтобы он что-то поколебал, стал двигать, переливал меня, но чтобы привычек не было в отношениях с моим возлюбленным. Приходят сложности, трудности, но в этих сложностях она видит Бога живого, который верный, который проводит ее и нас с вами. Поэтому, друзья, давайте будем, не будем остывать в привычках, а будем искать лица Божьего, взывая, обращаясь к Нему, наполняясь и будем избегать того, чтобы оказаться автономными и независимыми от Бога. Друзья, просто пророческое слово в том, чтобы познать Бога, гордость должна умереть. Чем меньше гордости в тебе остается, тем больше ты сможешь познавать Господа. Вы знаете, я был студентом юбилейской школы и один служитель, опытный служитель, он сказал такую фразу, он сказал, когда ты покаялся в гордости, это означает, что ты покаялся в гордости в одной из сфер твоей жизни. Я не покаялся во всей гордости, Господи, прости меня за все. Мы можем не видеть каких-то слепых зон нашей жизни, которые, знаете, как у водителя есть слепые зоны. Водитель может не видеть что-то, что происходит сбоку автомобиля, потому что там просто не видно, и зеркала боковые не освещают этого. Так и в нашей жизни мы нуждаемся в Боге, который высвечивает нас, мы нуждаемся в братьях и сестрах, которые подсказывают нам, это болезненно, но это так необходимо нам. Смирение приносит покой твоей душе, смирение приносит то, что ты становишься больше похож на Иисуса, и Бог начинает говорить с тобой по-другому, на другом уровне. Вы знаете, такой пример приведу вам про садоводов. Знаете, как садоводы обрезают яблоньку или яблоню? Не яблоньку, а яблоню. Яблонь вообще разрастается очень сильно, особенно на юге, и мне понравился этот пример. Садовод рассказал о том, что у яблони у нее есть ветки, которые тянутся вертикально вверх. И эти ветки, они не плодоносят вообще. Эти ветки, они обрезаются. Они называются гордые ветви. Оставляют ветви боковые и нижние, они плодоносят. Когда я услышал об этом, я был поражен тому, что Бог отсекает то, что не принесет плода никакого, оно только испортит что-то в твоей жизни. Я когда записал этот текст здесь у себя в конспекте, я написал их отсекает садовник. И я написал садовник с большой буквы. Аллилуйя! Давайте, друзья, прославим нашего Господа. Он отсекает ветви гордости. Он любит тебя. Он любит тебя. Вы так слабо захлопали. А надо сейчас сильно захлопать. Аллилуйя! Божья любовь. По имени своему соседу. Бог сильно любит тебя. Скажи ему об этом. Аллилуйя! Он садовник. Он отсекает ветви гордости. Аминь! И, друзья, Еремия 17 глава. Я заканчиваю уже. Блажен человек, который надеется на Господа. Это Еремия говорит, друзья, пророк Еремия говорит, блажен человек, который надеется на Господа, которого упование Господь. Что он здесь описывает? Смирение. Смирение в сердце человека надеется на Господа. Его упование Господь. Не в ситуации, не раньше было, не будет. Сейчас и здесь. Мое упование Господь. Можете сказать о том, что мое упование Господь. Друзья, а дальше он начинает цитировать, знаете, кого? Пастора Давида. Потому что он цитирует Псалом Давида. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока, не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Я думал, кто кого здесь цитирует вообще? Стал смотреть в словари и увидел, что Еремия, он жил после Давида. Еремия цитирует Псалом 1, Псалом Давида и будет он, как дерево посаженное при потоках вод, лист его зелен и во всем, что он не делает, успеет. Человек, который знает Господа, который связан с Ним. Друзья, когда я уезжал из Томска сюда, то мы общались с моей супругой и мы вспоминали о том, как в церкви в городе Томске, где я служу пастором, мы видели многократные видения со стороны братьев, сестер, в собрании, которые рассказывали о том, что они видят прекрасный перстень, который одевается на палец. Дальше, другое видение, невеста кружится с женихом в танце. Такое прекрасное видение, сестра с озаренным лицом говорит, я вижу невесту, которая кружится в танце с женихом. Еще одно видение, жених ведет свою невесту вверх по лестнице в тронный зал. Что это за видение, друзья? Это видение, которое показывает, что эта невеста, это церковь, церковь, которую любит Господь, которая пропитана Его любовью, которая готовит себя к этому браку с Агнцем, которая готовится, которая будет. Это церковь. Бывает такое, что мы смотрим на церковь, это выручает нас, потому что мы видим взаимоотношения, мы видим какие-то трудности, сложности людей, но, друзья, Божий план в том, что Он готовит свою невесту. Как Он это делает? Как? Написано в Писании 1 Тимофея, 4 глава, Павел говорит, вникай в себя, вникай в Писание. А зачем в себя? Когда я вникаю в себя, пастор, я могу испугаться, потому что я там такое могу увидеть. Для чего? Для того, чтобы ты увидел и не убежал, для того, чтобы ты очистился, чтобы ты это исповедовал, чтобы ты лишил этот грех силы. Он уйдет, он уходит во имя Иисуса. Невеста освящается по воле Божьей, потому что мы живем с вами в последние времена, друзья. Зачем очищаться невесте? Очищаться для того, чтобы невеста приготовила себя, чтобы невеста общалась с женихом, чтобы она взаимодействовала в его воле вместе с ним. Дух Святой сейчас здесь ходит по рядам. Дух Святой сейчас здесь касается каждого сердца, для того, чтобы бросить соль в твою душу, в твое сердце, потому что жених любит, потому что жених ждет. Он хочет, чтобы невеста влюбилась в своего жениха. Он хочет, чтобы невеста думала о нем и взаимодействовала с ним. Иисус ушел, и он оставил своих учеников, и он сказал, вы сможете сделать гораздо больше, чем сделал я. Так говорит Священное Писание. И мы сейчас с вами живем в то время, когда великое облако свидетелей наблюдает за нами о том, как ты бежишь, какие успехи у тебя с Господом. Поэтому давайте не будем больше созерцать себя или свое прошлое, отдадим его Господу и попросим, чтобы Господь благословил сегодняшний день и день завтрашний. Пускай мы будем проживать эти дни полной славы Божьей. Давайте мы сейчас встанем на наши ноги и помолимся, попросим Божьего благословения, чтобы нам воистину учиться от Иисуса Христа, потому что Он кроток и смирен сердцем. Наш Небесный Отец, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты сегодня говоришь с нами. Ты бросаешь нам вызов, чтобы мы искали лица Твоего каждое утро, каждый день. Чтобы мы ставили, чтобы правильная была градация внутри меня, внутри моих братьев, сестер, верующих людей, чтобы Ты сиял в моем взоре, чтобы Ты сидел на престоле славы, в моем сердце, в моем разуме, чтобы начинался день, каждое утро с того, что я ищу лица Твоего. Господи, наполняй нас Словом Твоим, пусть Слово Твое, оно оживает, пусть оно будет живым и действенным в нашей жизни. Мы, Господи, молимся о том, чтобы нам не остаться бесплодными, но чтобы нам иметь плод, благослови нас, Господь. Мы стоим пред Тобою, Господи, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты готовишь свою невесту. Это видение, эти видения, это Слово, оно ободряет нас. Господи, когда мы слышим Твое Слово, оно смиряет нас. Если есть какие-то сферы, где есть независимость, гордость, обидчивость, мы отдаем их Тебе, Господь. Боже, мы молимся о том, чтобы Твоя рука, она была на нас, Господи. Пусть будет работа Духа Святого, пусть мы будем избавлены от религиозности, от привычек, Господь. Боже, дай нам приносить плод, Господь, дай нам видеть, куда Ты призываешь нас, Духом Святым, Твоим. Господи, не пройти мимо людей, нести Евангелие, наполняться Словом и отдавать это Слово ближнему Своему, видеть людей, которые проходят мимо нас, иметь Твое сердце, Господь. Боже, мы молимся Тебе и благодарим Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, наш Бог и Царь. Мы поклоняемся Тебе. Господи, я молюсь о том, чтобы каждый из нас пережил это особенное переживание, которое пережил Исаия, который увидел славу Господню, и Он стал сравнивать себя со славой Божьей, с Богом, высоким и превознесенным. Дай нам, Господи, равнять себя не по людям, не по успешным людям, не по успеху людей или поражениям людей, но дай нам, Господи, равнять себя с Тобою, чтобы, взирая Тебя, осознавали и понимали, что Ты большой, а Я маленький, и Я нуждаюсь Тебе, Иисус. Мы нуждаемся в Иисусе все очень сильно, независимо от того, кто мы, сколько лет мы в церкви, сколько лет мы уже знаем Священное Писание, и насколько хорошо мы Его знаем. Мы нуждаемся в этой удивительной личности, в Иисусе, который нужен нам, который любит нас, и который здесь, сейчас на этом месте, Святым Духом, касается каждого сердца. Мы благословляем это время, мы отдаем его Тебе, мы веряем самих себя Тебе, вся слава Тебе, честь и хвала во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова